Доброе утро! Это новости. В студии работает Салтанат Тугельбаева. Завтра начинается официальный визит главы государства в Соединенные Штаты Америки. Напомню, что в программе встречи с президентом США Дональдом Трампом и представителями официальных и деловых кругов Вашингтона уже 18 января в Нью-Йорке состоятся тематические дебаты членов Совета Безопасности ООН высокого уровня по теме нераспространения оружия массового уничтожения меры доверия. Накануне предстоящих событий в эксклюзивном интервью чрезвычайный и полномочный посол США в Республике Казахстан Джордж Кролл поделился позицией США по деятельности нашей страны в совбезе ООН. США в целом очень высоко оценивают роль Казахстана в ООН. Страна, которая по историческим меркам недавно появилась на мировой арене, достигла таких дипломатических успехов. Американские представители в ООН высоко оценивают работу Вашей миссии, возглавляемая послом Умаровым и работу других казахстанских дипломатов. Я знаю, что мои коллеги из США очень тесно с ними сотрудничают. Казахстан поднял в Совете Безопасности, помимо вопросов нераспространения, также тему Афганистана, и я считаю, что это очень своевременно. Казахстанские инициативы по Афганистану имеют большое значение и призваны заставить мировое сообщество объединиться, чтобы восстановить мир в этой стране. США поддерживают эти стремления, как и многие другие страны, с которыми мы работаем в рамках ООН. Председательство в Совете Безопасности ООН является показателем доверия со стороны мирового сообщества, а также динамичного экономического развития страны. Так считает и профессор Ким Санч Холь. По его словам, официальная Астана завоевала международный авторитет своей миротворческой деятельностью. В настоящее время она продолжает влиять на процессы в мире, в частности, предоставляет площадку для переговоров по сирийскому конфликту. По мнению Ким Санч Холь, Казахстан может помочь и объединению двух Корей. Я считаю, что Казахстан может объединить Северную и Южную Кореи, потому что у вашей страны есть большой миротворческий опыт. К тому же вы успешно перешли от социализма к капитализму и сумели построить успешную модель экономического развития. Также в Казахстане проживает значительная корейская диаспора. Они тесно связаны с Южной Кореей, но исторически они также являются и частью Северной Кореи, поэтому их можно назвать мостом, объединяющим две Кореи. Тем временем сегодня южнокорейская делегация отправилась на переговоры с КНДР, чтобы обсудить их участие в зимней Олимпиаде в Хенчхане. Стороны согласуют детали размещения и маршрут северокорейской делегации. Сообщается, что Сеул и Пхеньян рассматривают объединение женской хоккейной команды. Эта встреча привлекает большое внимание как внутри страны, так и за рубежом. В ходе встречи мы намерены достичь соглашений по наиболее важным вопросам. И к событиям в стране объем грузооборота в Казахстане по итогам 2017 года составил свыше 555 миллиардов тонн на километров и вырос почти на 8% по сравнению с 2016 годом. Отмечен рост на 3% и пассажирооборота, его показатель больше 272 миллиардов пассажиро-километров. В своей книге «Эра независимости» глава государства рассказал об экономическом и геополитическом эффекте работы по развитию транспортной системы страны. В мае 2012 года на заседании Совета иностранных инвесторов я предложил совместно создать принципиально новую транспортную систему. Конкурентный проект «Новый шелковый путь между Китаем и Европой через Казахстан». Инициатива нашей страны вызвала большой интерес. Стратегическое планирование позволило Казахстану заглянуть вперед в эпоху новых, невиданных доселе трансконтинентальных маршрутов. Самым крупным автодорожным проектом Казахстана стал Международный транспортный коридор «Западная Европа-Западный Китай». Этот коридор общей протяженностью 8 тысяч километров позволил ускорить автомобильные перевозки из КНР в ЕАЭС, а затем и доставку грузов в Европу. Доступ к нему получат и страны Центральной Азии. В конце 2016 года движение на казахстанском участке коридора было открыто. В Актюбинской области реализуется 151 проект на 42 миллиарда тенге в рамках государственного частного партнерства. При этом часть объектов уже ввели в эксплуатацию. Это Академия детского творчества, Центр единоборств, офтальмологическая клиника и многие другие. Сейчас в областном центре строится детская стоматология, станция скорой помощи и Ледовый дворец. Сейчас инвесторов ищут и для пяти проектов в сфере транспорта и автомобильных дорог. В этом году реализовать их планируют в четырех районах. Общая их стоимость 2 миллиарда тенге. Это выгодно государству. То есть те задачи, которые в данный момент не может решить средствами бюджета, на данный период можно решить в текущем году за счет средств инвестора. В прошлом году был произведен один проект в поселке Хабда. То есть этот проект удачно произведен. И жители села Хабда уже получают эти услуги по этой дороге. Между тем фермеры Южного Казахстана активно развивают племенное животноводство. Сейчас численность племенного крупно-рогатого скота по области составляет почти 32,5 тысячи голов. Овец – 392 тысячи. В прошлом году фермеры сдали около 500 тонн мяса. Рост поголовья эксперты связывают с новыми механизмами субсидирования сельского хозяйства и созданием сельхозкооперативов. В прошлом году мы взяли обычные породы коров. Они дают молоко от 5 до 10 литров. А племенной скот дает от 20 до 30 литров молока. И мясное направление, которое аулекульский, они дают мясо от 500 до тонны. Поэтому мы решили создать племенное хозяйство. На большей части территории страны пришли морозы. Сегодня отменены занятия с 1 по 4 классы в Астане, а на востоке страны по 11 классы. Здесь зафиксировано ниже 36 градусов. По данным синоптиков, в Мангостаусской, Южно-Казахстанской, Казалардинской областях также отмечается низкая температура. В связи с тяжелыми горными условиями закрыта республиканская дорога на востоке страны в направлении Зыряновска и Рахмановских ключей. Значительное понижение температуры связано со смещением холодного антициклона с северо-западных районов европейской части России. Тем временем в Якутию Российской Федерации пришли аномальные холода. Здесь в некоторых районах республики зафиксирована температура минус 60 градусов, а в 14 населенных пунктах ниже 45 градусов. Синоптики обещают потепление лишь в конце следующей недели. Сегодня в Иране объявлен национальный траур в связи с гибелью 32 членов экипажа танкера, затонувшего у восточного побережья Китая. Судно, перевозившее 136 тысяч тонн нефтепродуктов, столкнулось с сухогрузом 6 января. В результате на его борту вспыхнул пожар. Спасатели смогли извлечь бортовой самопитец, однако проникнуть в каюту из-за высокой температуры им не удалось. По оценке экспертов, команда танкера погибла почти мгновенно из-за взрыва и выхода токсичных газов. Я приехал сюда от имени президента Хасана Рухани, чтобы выразить соболезнования уважаемым семьям, которые потеряли своих близких в этой тяжелой и душераздирающей аварии. Пассажирский самолет в Турции съехал со взлетно-посадочной полосы, расположенной на берегу Черного моря. Судно застряло на обрыве, едва не рухнув в море. На его борту находилось 168 человек, никто из них не пострадал. Все пассажиры и члены экипажа были успешно эвакуированы. Сообщается, что самолет следовал из Анкары в город Трабзон. Сейчас властями начато расследование по выяснению причин аварийной посадки. В Жамбалской области к 2020 году охват детей дошкольным образованием составит 100%. По словам специалистов областного управления образования, достичь этих показателей они намерены с помощью программы государственно-частного партнерства. Сейчас в регионе работают 477 дошкольных учреждений, их число ежегодно увеличивается. В прошлом году ввели в строй 37 объектов, из них 30 за счет государственно-частного партнерства. В регионе своего места в детский сад дожидается 34 тысячи малышей. Охват дошкольным образованием на сегодня 92%. В этом году мы должны достигнуть 92%. На 2018 год планируется у нас строительство пяти садиков на основе государственно-частного предпринимательства. Таким образом мы постараемся закрыть потребность в детских садах по городу Тарас. Проактивный принцип оказания государственных услуг в электронном формате внедряют в Казларде. Первых пользователей новоиспеченных мам и их младенцев поздравили врачи и чиновники. Специалисты Центра обслуживания населения обручили им свидетельства о рождении детей. С этого года появилась возможность получить документ при помощи СМС-уведомлений. Кроме того, СМС поможет мамам оформить пособие и встать в очередь в детский сад. Напомню, что в рамках программы «Цифровой Казахстан» эти новшества внедряются во всех регионах страны. В послании главы государства особое внимание уделяется программе «Цифровой Казахстан». Данный проект реализуется в стране в пилотном режиме. В регионе СМС-уведомления с предложениями указать данные ребенка для получения свидетельства о рождении. Отправляются всем родителям новорожденных детей. И к этому часу у нас все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова